Если верующего человека используют в политической игре, раздача газет, подписи, петиции, он сам об этом не догадывается, как на нем это отразится. Никак. Если его используют, он не виноват, то никак не отразится. За это будут отвечать те, кто его обманул. Обычно это старшие делаются. Значит, они за это ответят. Понятно? Понятно? Боюсь вызвать зависть в людях. Стараюсь скрывать какие-то свои успехи. Это правильно. И удачи. И прочие радости. Получается, что это обман. Это мне некомфортно на душе. Это не обман, это здравый смысл. Помните Корейка в этом фильме? Он такой миллионер, русский миллионер, скромный очень. Я это видел в Индии. Я когда... У меня человек, который ко мне... Камни мне приводят, дает камни вот эти, которые вы ставите. Есть один человек, который собирает эти камни по всему миру, породы, сам пилит. И организует мне, чтобы не греты и камни были. Че? Вот. Когда я у него сидел в гостях, то, когда у меня какой-то вопрос был по камням, он звонил, и его друзья приносили от Джайпур, там все друг друга знают, все друзья, приносили камни ему. Обычно заходил такой обшарпанный человек. Обшарпанный такой, знаете, такая одежда, ну, как будто он из бедного сословия индийского. И он приходил с такой сумочкой, очень невзрачной такой, дырявой сумочкой. Открывал сумочку, доставал пакет драгоценных камней. У нас три сафира лежит в магазине, пять автоматчиков стоит. А там вот такой здоровый пакет этих сафиров, ну, просто миллионы долларов. Высыпал на стол. Потом брал сумочку опять свою, замшалу, и уходил. Я говорю, а что, почему он такой, что у него, нет денег, одеться. И он говорит, это самый лучший способ защиты. Если ты приедешь на дорогой машине защищенной, а грабят все равно. Если ты пришел обшарпанный, никто даже, ну, никак. Разумные люди богатые часто знают, что надо жить скромно, чтобы тебя, как бы, не мучили. И поэтому они не сильно рисуются. Домик у них скромный, машина скромная. Вот, миллионы долларов в кармане. Он использует эти деньги для каких-то благих целей и счастлив, что у него есть возможности помогать там людям и так далее. Разумные люди не выпендриваются перед другими своим богатством. Это приносит всегда только страдания, и все. Только страдания. Вот ты ставишь дом лучше намного, чем все остальные в деревне, тебе все завидуют до одного. Все смотрят на тебя косо. Или вот так вот, подобострастно. Или косо. Одно из двух. Ну, зачем такая жизнь? Ты приходишь в парикмахерскую, и с тебя хотят получше стрижечку, чтобы побольше денег. Потому что знают, что у тебя много денег. Ну, зачем такая жизнь? Кому это надо? Неприятно. Согласны? Поэтому разумные, богатые люди так ведут себя скромно. Как влияет загар в солярии? Ну, точно так же, как вот, допустим, ты целуешься не с женщиной красивой, а с куклой просто. Наряженной красивой куклой целуешься, вроде бы тоже поцелуй, но что-то не то. Так и в солярии тоже, вроде бы спина загорела, но что-то не то. Так же влияет точно. Эффекты есть, то есть ты поцеловался, но с куклой. Так в солярии тоже. Загорел, но не солнце. Да? К зависти спокойно относиться. Зависть — это желание отнять у вас ваши грехи. Когда человек к вашим возвышенным чувствам относится с конкуренцией, это не называется завистью. Это называется желанием быть таким же. Ну, кто-то как бы конкурирует, как, допустим, ученики одного духовного учителя. Один служит, духовный учитель, другой смотрит, вот здорово, я тоже так буду служить. Это тоже как зависть работает, но это не зависть. Это чувство есть в духовном мире. Это желание развиваться так же. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот. Что такое зависть? Зависть — это когда ваши грехи кого-то привлекают. Вот когда грехи привлекают, это рождает зависть. Допустим, ты гордишься своими деньгами. Допустим, идешь такой, кто-нибудь смотрит на тебя. Опа. Я тоже так хочу гордиться деньгами. Это рождает зависть. Что такое зависть? Это выскребание у вас из сердца ваших грехов. Это так кажется, что не гордишься. Они найдут, найдут, что увидеть. Вот они помогают жить, на самом деле, те люди, которые зависят. Вот сидит на лекции человек. Я смотрю, тысячу человек слушают лекции. Один сидит. Знаете, особый такой взгляд. Так. На бочок такой, голова такая, глазки прищурились. Слушает. Как он слушает? Ищет недостатки. Вот пиявка, допустим, она присасывается куда, где плохая кровь. Она никогда в хорошее место не присосется. И поэтому это очень хорошая вещь, пиявка. Она полезна для здоровья. Когда человек с завистью слушает лекцию, присасывается, ищет место. Ну, у каждого человека же есть недостатки. Если лекцию разобрать, обязательно там будут какие-то недостатки в лекции. И он сидит, глазки защурит и присасывается. Очень хорошо. Он обязательно задаст вопрос туда, где он присосался. И это очень полезно лектору, потому что это даст возможность понять, над чем работать. Когда есть пиявочка хотя бы одна, она очень хорошо лечит. Пиявки нужны. То есть, когда этот человек с завистью присасывается, он берет и всю твою грязь в сердце выскребает. Это своего рода очищение сознания. Зависть нужна обязательно для того, кто идет вперед, нужны завистники обязательно. Да, это учителя, да. Они как пиявки выглядят, но они учителя. Они очищают сердце, поэтому к ним надо относиться хорошо. Но неприятно. Это чувство неприятно. Надо расслабиться в этот момент. Первый эффект неприятный. А-а-а! Чего он хочет от меня? Я такой хороший. Первый эффект неприятный. Надо расслабиться в этот момент и дать возможность ему выскребать твое сердце. Пускай он там поковыряется, выскребит все, что не нужно, все, что нужно, останется. Потому что ему хорошее твое не нужно. Вот, допустим, если человек завидует, он лекцию слушает, он ничего хорошего не возьмет. Он видит только недостатки. Он выскребает только самые недостатки. И хорошо, пускай недостатков будет меньше. Потому что добрые люди не видят недостатки, их не выскребают. А недостатки копятся все больше и больше у каждого человека. Поэтому нужны обязательно люди, которые завидуют, они помогают. Они санизаторы. Всегда есть санизаторы везде. Те, которые грязь, вот, присасываются к грязи и очищают от грязи. Это очень полезно. Но для того человека, который этим занимается, это деградация. Сам этот человек деградирует, но им помочь невозможно. Надо расслабиться. Я пробовал по-разному. Пытался общаться с этими людьми, объяснять, что мне хорошо, тебе плохо. Не воспринимают. Просто хочу критиковать и все. Дай возможность человеку. Ему надо наесться вот этого у тебя. У тебя есть грязь, дерьмо. Он хочет это есть. Дай ему возможность. Пускай поест. У тебя будет меньше, у него больше. Из всего, из любой ситуации надо какую-то пользу извлекать. Но вариантов нет. Но объяснить ему невозможно просто. И так, и сяк. Но невозможно. Еще больше зависти возникает. Если ты на него обращаешь внимание, он еще больше, с большим энтузиазмом начинает своим делом заниматься. Надо не обращать внимания на этого человека. Соглашаться с ним. Всегда соглашаться. И открывать сердце, пускай, и выскребает. Выскребает, и пускай сердце очистится. Все. Так надо относиться. Разумная скромность, как такая, чтобы не сильно много бросалось пиявок на тебя. Вот представьте, вы заходите в озеро, и сразу на вас село 50 пиявок. Ну пусть одна-две сядет. Зачем 50 сразу? Тяжело? Разумная скромность означает, что ты как бы стараешься, чтобы меньше пиявок садилось. Трудно бы терпеть 50 пиявок сразу. Представьте, здесь в зале половина человек будет сидеть и смотреть вот так на меня. Как я лекцию буду читать? У меня, конечно, много там всего можно найти. Но лекция не получится. Мне тяжело. У меня только слово скажу. Мне кажется, что я лечусь.